Илья Серебрейский 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 открыта лаборатория здесь, в Казани, когда биоинформатики пытаются понять лучше, что имеют в виду биологи, а биологи понимают, что, собственно, можно требовать от биоинформатиков. Ну и, конечно, эта работа дает возможность реального выхода на трансляционную медицину и решает, как бы частично решает один из общих вопросов – это выявление маркеров устойчивости к лекарственным препаратам. В данном случае это определение маркеров устойчивости к цисплате, который используется в лечении ряда опухолей, в том числе карциномы головы и шеи и опухоли яичника. И в том, и в другом виде рака используются разные виды лечения, включающие в себя, естественно, хирургия, радиотерапия и химиотерапия, которые включают в себя препараты платинового ряда. Важно отметить, что значительная часть пациентов довольно быстро приобретает устойчивость к такому роду лечения. Механизм терапевтического действия цисплатина довольно хорошо изучен, и он включает в себя связывание с ДНК, повреждение ДНК, что ведет за собой ряд последующих реакций, которые, собственно, и оказывают токсическое действие на клетку. Соответственно, есть представление и о том, какие причины резистентности к цисплатину. И надо отметить, что таких причин гораздо больше, чем просто нарушение клеточного ответа на повреждение ДНК, пути репарации ДНК. Казалось бы, можно было бы решить этот вопрос, используя модную сейчас омиксную технологию, то есть получив огромный массив данных. И на самом деле это возможно. Но следует отметить, что растет разрыв между наработкой огромного количества данных, огромного массива данных и их пониманием. И в сущности даже такие попытки получить ответ на этот вопрос, они делались. Их делалось немало. Я назову только одну группу таких попыток, когда исследовались клеточные линии. Было несколько таких работ. Использовались сотни клеточных линий, десятки разных лекарств. И подразумевалось, что это даст нам ответ на многие такие вопросы. Какие гены определяют устойчивость или чувствительность к выбранным лекарственным препаратам? Если мы посмотрим на результат одного из таких исследований, где опять же исследовались сотни линий, мы увидим, что статистически значимых генов, которые дают какой-то заметный эффект на чувствительность к лекарствам, их в общем не очень много. Ожидалось, что мы получим или больше эффект, или больше генов. Эти гены имеют смысл, все как бы здесь хорошо. Но если мы начинаем сравнивать результаты разных исследований, каждая из этих исследований использовала в данном случае сотни или тысячи клеточных линий, то мы видим очень плохое соответствие между тем, что показано в этих работах. То есть, налицо явная проблема с использованием омиксных данных. Когда мы исследуем тысячи, десятки тысяч генов, всегда возникает какой-то ответ. То есть, есть возможность всегда найти что-то, что кажется, что работает. и это очевидная проблема. Я уже не говорю о том, что такие омиксные исследования имеют свои технологически большие проблемы. В частности, когда мы скренируем десятки тысяч генов, это невозможно сделать за один раз. Возникают проблемы того, что мы это разбиваем на части, а потом эти части надо состыковывать, то есть, нравится бетч-эффект. Ну, и уже не говоря о том, что это просто очень дорого. Поэтому было бы хорошо, если бы мы могли как-то немножечко этот процесс упростить. Если мы посмотрим на эту схему развития знаний от открытия до реального эффекта на здоровье популяции, то омиксные технологии, конечно, они попадают сюда. И после этого по цепочке довольно большой путь до, собственно, получения реального практического эффекта. Мы попытались построить работу таким образом, чтобы, используя все вот эти механизмы взаимодействия, междисциплинарного взаимодействия, использование новых технологий, интегрирование уже известного знания и анализа самых разных уровней информации, сдвинуть свою точку приложения сил чуть ближе, чуть правее по этому циклу. В принципе, у нас как бы был положительный опыт решения подобных задач. Несколько лет назад мы опубликовали работу в журнале Science Signaling, где мы решали похожую задачу, а именно проблему возникновения устойчивости к химиопрепаратам. Правда, в данном случае это было так называемое таргетное лекарство, ингибиторы GFR. И ключевым в решении такой задачи было сокращение количества генов, которые мы должны были скринировать с помощью пеноформатического подхода. Мы такую задачу более-менее успешно решили, то есть не только была опубликована статья, были поданы заявки на документы, и проводится ряд клинических испытаний. ключевым моментом здесь является понятие синтетической летальности, то есть мы должны идентифицировать тот ген, который в сочетании с избранным нами лекарством, собственно говоря, и нарушает сеть взаимодействий в клетке таким образом, что приводит к снижению ее жизнеспособности. Здесь очень важно то, что такие синтетически летальные взаимодействия довольно часто группируются вокруг похожих функций. Мы увидим, почему это важно позднее. И в нашей прошлой работе мы успешно решили, построив сначала сеть взаимодействий вокруг нашего гена таргетного и GFR, получили, проскренировали его, получили какие-то хиты, и наконец перешли от полученных хитов к возможности лекарственного воздействия. В прошлой работе мы использовали несколько разных источников информации. Белок-белковое взаимодействие, карты передачи путей, данная микроэйрэйп по транскрипции и работа из модельных организмов. Казалось бы, в общем, путь уже проложен. На самом деле, в одну и ту же реку дважды войти нельзя. Многие из этих компонентов оказались малоприменимы к той работе, которую мы делаем сейчас. В частности, как мы видели, возможных путей резистентности к цесплатину так много, что как бы выбрать из них наиболее важно очень тяжело. Данные по транскрипции тоже в процессе изучения оказалось использовать неправильно. Неправильно по одной очень простой причине было проведено много разных работ, люди изучали, как в ответ на ДНК, повреждающие лекарства, изменяется реакция факторов, транскрипционных факторов, как меняется транскрипция, как меняется трансляция. и выяснилось тогдашним удивлением, сейчас это уже кажется очевидным, что все это связано друг с другом очень мало. С задним числом уже кажется понятно, почему, да, потому что на момент повреждения ДНК какие-то факторы должны уже присутствовать в клетке. Они или есть, и тогда клетка выживает, или их нет, и тогда клетка умирает. А весь процесс, который инициируется после повреждения ДНК, он, собственно, важен, но он никак не помогает определить те ключевые факторы, которые важны для резистентности. Таким образом, из важных компонентов, из которых мы могли выбирать, мы решили использовать модельный организм. Вообще говоря, модельный организм представляет собой один из основных источников информации для системной биологии. если мы посмотрим на эту диаграмму, то, в общем, знания по человеку составляют едва ли треть, а все остальное модельный организм. Именно с модельных организмов возникло такое понятие, как интеролог, то есть взаимодействие, которое сохранено, которое функционально считается похожим между парами белков. В частности, многие сигнальные пути эволюционно консервативны, вплоть до пары дрожжей человек. И мы решили начать свою работу с анализа того, что известно о дрожжах. Мы анализировали базу данных, которые собраны работой по дрожжам, сохраниваются с дженом датабейс и одновременно скринировали литературу. Выяснили несколько технических вещей, которые, тем не менее, важны для последующей работы. Несмотря на то, что база данных курируется, качество информации там варьирует. База данных интегрирует в себя как работа, где изучались несколько генов условно скажем от 1 до 10, так и гены, где изучались десятки, неправильно, сотни генов сразу, то есть геномного объема. И вот эти геномные работы, они были аннотированы в базе данных совершенно разным образом. Я не буду выдаваться в детали этой диаграммы, но если мы посмотрим хотя бы только на здесь представлено 6 работ, 6 сложных столбиков. сером показано, как гены аннотированы в этой базе данных. Мы видим, что в некоторых работах все гены, которые были найдены, записаны в базу данных, в некоторых работах только какие-то гены, в некоторых почему-то не было записано ничего. Иными словами, просто целевой подход к тому, чтобы извлекать всю информацию из базы данных и считать, что мы можем ее использовать не проверяя, и он не работает. Это надо учитывать. Мы одновременно извлекали информацию по генам, которые модулируют устойчивость к цесплатину и к радиации. И тот, и другой виды воздействия применяются для лечения выбранных нами типов рака. Мы также анализировали по отдельности то, что я назвал работой, где изучалось относительно малое количество генов, то есть как бы вручную, и работой геномного масштаба. Выяснилось, что и для той, и для другой группы генов большая часть генов кандидатов названа в одной единственной работе. Если мы посмотрим на этот график, то мы увидим, что примерно 70% названы в одной работе, и лишь относительно небольшая доля названа в двух и больше работах. То есть это гена достоверность информации по ней выше. Так, в интересах времени мы пропустим химикогеномный скрин. Как мы определяли качество этой информации? Поскольку по крайней мере частью механизма резистентности является ответ на повреждение ДНК, мы смотрели, как обогащены функции ответа на повреждение ДНК среди найденных нам генов. Если работы были сделаны с изучением небольшого количества генов, то мы видим, что среди таких генов представлены почти все функции, известные нам, которые имеют отношения к ответу на повреждение ДНК. Стоило нам посмотреть на работы геномного масштаба, и это обогащение сразу терялось. Иными словами, в работе геномного масштаба необычайно много шума, что тоже задним числом кажется очевидным. Но опять-таки можно попробовать поделить. Если ген был найден хотя бы в двух таких работах, то такие функции снова становились детектируемыми. Иными словами, такой небольшой количественный отбор позволил нам увеличить количество кандидатов. В то же самое время, если мы анализировали гены, которые были найдены в одной единственной работе геномного масштаба, то мы находили только функции, которые никоим образом не были связаны. То есть, иными словами, среди таких генов уровень шума настолько велик, что мы практически не можем извлечь оттуда никакой полезной информации. Пока. По крайней мере. Но такая информация там непременно присутствует. И хотелось бы найти какой-то способ ее извлечь. для этого мы использовали дополнительный источник информации, а именно мы попробовали сгруппировать дрожжевые гены по их функциональной похожести. То, что я упоминал на одном из своих ранних слайдов. Если бы мы могли найти кластеры генов, среди которых наши кандидаты были бы обогащены, то мы потом могли проверить, нет ли среди тех же самых кластеров и других генов, те, которые пока у нас идут в разряде мусорной гены, условно. Для этого мы использовали работу, где было проанализировано порядка пяти тысяч штаммов дрожжей и сотни способов их обработки. И именно на основе этой работы мы построили наши кластеры. Обнаружили примерно 11 кластеров. Если мы проводим анализ функционально таких кластеров, то мы можем различить несколько разных групп. Во-первых, в нескольких кластерах, как и следовало ожидать, сгруппированы гены, которые отвечают либо за репарацию ДНК, либо за хромосомную организацию. Но существуют и другие кластеры, которые исходно не было очевидны, что они должны присутствовать. Это такие кластеры, которые отвечают в целом за жизнеспособность клетки. Например, за высокую метахондриальную функцию, за синтез аминокислот и так далее. И среди этих кластеров мы обнаружили, что во многих из них статистически достоверно чаще, чем мы могли бы себе представить, присутствуют и те гены, которые исходно мы считали недостаточно информационно доказанными. Таким образом, эти гены по своим физиологическим свойствам, мутанты по этим генам, по своим физиологическим свойствам настолько близки к проверенным мутантам, что мы посчитали возможным включить их в число кандидатов. Мы провели дополнительный анализ других модельных организмов. Я прошу прощения за качество переноса между Макентошем и Писи, но мы проанализировали другие модельные организмы, в частности дрозофилы, элеганс, и в результате охарактеризовали разные кластеры, генов. После чего у нас образовался ряд кандидатов. Опять, мы отдельно проанализировали гены, которые модулируют устойчивость к радиации и эксцисплатин. Естественно, в значительной степени эти гены перекрываются. Следующей задачей было найти человеческие гомологи этих генов. Их было порядка 500. именно из них мы выбирали гены для дальнейшей работы. Я сразу должен сказать, что, конечно, по-хорошему на этом этапе надо было скринировать все гены. То есть 500 генов это как раз примерно тот самый объем, который можно и нужно проверять в одной работе. Но поскольку работа была по крайней мере отчасти учебная, мы из них выбрали какое-то количество. Конечно, мы их выбирали достаточно предвзято, разглядывая те самые кластеры. Часть из них имела для нас смысл. Вот, например, этот дрожжевой кластер, в нем разным цветом представлены разные функции. Розовый это те гены, которые известно, что они в дрожжах отвечают за репарацию ДНК. Красные ободочки это белки, которые участвуют в регуляции клеточного цикла. Но среди них попадаются некоторые неожиданные гены. Например, этот ген вовлечен в синтез церамида. А церамид это один из компонентов клеточной мембраны, который, среди прочего, регулирует такие важные процессы, как апоптос, аутофагия и ответы на лекарства. То есть это все гены функциональные и похожие, из которых мы могли выбирать. или другой кластер, который тоже показался нам интересным. Он показывает взаимодействие между метаболизмом глюкозы и генами, которые участвуют в работе репликационной вилки, например. метаболизмом когда мы выбрали свои кандидаты, мы синтезировали, мы заказали набор SIRNA, которые должны эти гены выключать. Проскренировав эти примерно 50 генов в трех разных клеточных линиях, две линии из опухоли головы и шеи, один из рака яичников, в двух концентрациях таргетного лекарства, то есть из платины, мы видим некий рисунок, это тепловая карта, и она показывает, что некоторые гены стабильно работают, уменьшая действие лекарства, некоторые усиливают действие лекарства. Выбор из них, да, и дальше возникает естественные вопросы по характеризации этих генов, то есть работают ли они на одном только лекарстве, или они как бы могут синсетизировать к разным лекарствам, работают ли они только на одной клеточной линии или на нескольких клеточных линиях, можно ли их использовать для того, чтобы использовать комбинации лекарств, и так далее. Мы проверили, что наши СРН действительно уменьшают уровень генов, уровень экспрессии генов по сравнению с контролем и выбрав оптимальную концентрацию лекарства для каждой клеточной линии, характеризовали наши гены. Если только сосредоточиться на вот этой тепловой карте, видно, что один ген, например, стабильно показывает антагонизм во всех трех линиях, которые мы проверяли. часть генов работают на разных лекарствах, часть генов показывает большую специфичность, в общем, картина, в которой нужно разбираться дальше. Мы также охарактеризовали отчасти, по крайней мере, или исследовали детали молекулярного механизма действия выбранных нами генов хитов. В частности, мы использовали анализ фосфорилированного гистона гамма-H2X и кеназа ATR. Для этого мы использовали высокопроточный микроскоп, который позволил нам анализировать отдельные фокусы гамма-H2X. и часть из наших генов реально снижали количество гамма-H2X по сравнению с контролем. Мы также проанализировали индукцию эпоптоза, вызываемую нашими генами, и изменение уровня активации ATR. И наконец, чтобы завершить круг и снова приблизиться к клинической составляющей, мы проанализировали базу данных ТЦГА, задавая вопрос, является ли уровень экспрессии найденных нами генов сколько-нибудь значимым для выживания больных. Если посмотреть на например, вот этот ген PGD, то выясняется, что высокий уровень экспрессии этого гена приводит к тому, что больные живут меньше. Не всегда ответ однозначен с использованием одного гена. Иногда, и скорее всего, это будет справедливо для большинства маркеров, это не будет мономолекулярный маркер, это будет многогенный маркер. В данном случае, это сочетание двух найденных нами хитов, которые, тем не менее, тоже достоверно приводят к разнице между выживаемостью больных. Таким образом, используя метод эволюционного моделирования, мы обнаружили порядка 500 генов-кандидатов, из которых мы проверили несколько, подтвердили их роль в сигнальных путях и их клиническую значимость в качестве биомаркеров. Не менее важно, мы отработали условия для дальнейших молекулярно-биологических исследований с использованием новейших технологий. В частности, те же самые гены, больше, чем те 50, которые мы проверили, порядка 100 генов, мы хотим проверить с использованием технологии CRISPR. Вы, наверное, про эту технологию знаете, поэтому не буду останавливаться на деталях того, как она работает, но смысл сводится к тому, что хотя две эти технологии с использованием инактивирующих SRNA и с использованием CRISPR дают сопоставимую результативность, но конкретные результаты отличаются. Поэтому мы ожидаем увидеть несколько другие результаты в таком скрине. и наконец даже такие технологии подходят тоже не всегда. В частности вот простейший случай кластер генов, который связывает метаболическую активность с путями репарации ДНК. в принципе регуляция метаболизма глюкозы была показана как таковая, что она играет роль в ответе на цесплатин. Но этот конкретный ген никогда не был назван. Больше того, у дрожжей два таких гена. И именно поэтому эти гены можно, эти гены были в дрожжевом скрине. у человека только один такой ген, поэтому инактивация его приводит к и это ген естественно жизненно важный. Таким образом мы не можем использовать ни ту технологию, ни другую. А исследовать этот ген хотелось бы, потому что существует дополнительное интересное сведение, которое говорят о его важности. В частности в работе, которая сравнивала резистентную и устойчивую к цисплатинной линии из рака яичника, были найдены разницы в экспрессии генов пентоза фосфатного пути. И то, что мы собираемся сделать, это по счастью мы обнаружили, что у этого гена есть химический ингибитор. Таким образом, то, что сейчас делается в КФУ или там будет делаться в ближайшую неделю, мы уже определили концентрацию каждого из действующих веществ и попробуем узнать, не будет ли сочетание этих лекарств иметь энергетический эффект. То есть таким образом мы охватываем основные технологии инактивации генов, которые включают в себя СРН, Криспор и лекарственную инактивацию. И еще раз повторюсь, для меня было важным тем, что эта работа на самом деле делалась людьми, которые работали или работают и в Оксчейзе, и в Казанском университете. И два человека сейчас находятся здесь, в Казани. и группы коллег из Казанского университета и группы коллег из нашего онкологического центра Оксчейзе. То есть таким образом это работа, которая демонстрирует существующее, настоящее, реальное сотрудничество. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok